Проверенная база новостроек «Новострой-М» в соавторстве с магазином готовых ремонтов «Светелки» представляют дневник строителя. Здравствуйте, я Дмитрий Куркович, это обзор новостройки. Сегодня мы смотрим глазами строителя квартиру в жилом комплексе «Кутузовград». Другое название этого ЖК – Петра Алексеева-12, застройщик «Инград». Ну, вообще Петра Алексеева-12 – это не адрес, как многие, наверное, подумали. Точнее, это не адрес той очереди, которая сдаётся сейчас. Сегодняшние наши дома находятся по адресу улица Рябиновая, дом 3. А корпуса на Петра Алексеева по сегодняшним планам будут построены ещё только в 2021 году. Но, видимо, Рябиновая 3, как название жилого комплекса, показалось застройщику недостаточно статусным. Поэтому вначале возникла более звучная Петра Алексеева-12, а потом и вовсе Кутузовград. Жилой комплекс расположен на западе Москвы рядом с Можайским шоссе в районе его пересечения с Рябиновой улицей. Дамкат отсюда примерно 2 км. До ближайшего метро, сегодня это станция Кунцевская, почти 2,5 км. То есть, кто-то будет ходить пешком, особенно в хорошую погоду. Но для большинства людей о шаговой доступности речь всё же не идёт. Застройщик пишет, что до метро Кунцевская от ЖК можно добраться за 8 минут. Но почему-то не уточняет, каким именно способом. Потому что если ногами, то это полчаса бодрым шагом. С шопингом и развлечениями у нас здесь, можно сказать, всё в порядке. Достаточно выехать на МКАД – это 2 км. И там будет с одной стороны торгово-развлекательный центр «Вегас», а с другой – отдельно стоящий «Ашан» и рядом огромный магазальный кинотеатр. С задачей выйти погулять на природу тут всё немного сложнее. На сайте застройщика упоминается куча рекреационных зон поблизости. Но фото близкой рекреационной зоны на сайте – это берег Москвы-реки, до которого как минимум 3,5 км по карте. А до парка Победы, который тоже упоминается как объект рядом, все 5 км. Правда, совсем рядом, буквально в 200 метрах от ЖК, у нас природный заказник – долина реки Сетунь. Но полноценной рекреационной зоной его сейчас можно назвать только с некоторой натяжкой. Он выглядит как узкая полоска густой растительности вдоль такой же узкой речки. Гулять с собакой, особенно если это крупный ротвейлер, здесь хорошо. А вот для прогулок с детьми – не факт, что всем подойдёт. Но, наверное, всё-таки это дело вкус и привычек. Дома строятся в обжитом районе с развитой инфраструктурой. Экажность переменная, застройщик обещает нам до 23 этажей. Территория закрытая, пока что нам удавалось свободно проходить внутрь. Но говорят, что сейчас периметры всё-таки закрыли. Фасад выглядит интересно. Здесь сочетание нескольких дизайнов и типов отделки. Дворы нам застройщик обещает без машин. Территория благоустроена. И благоустройством явно занимались архитекторы. Достаточно посмотреть вот на эти скульптуры. Выглядит затейливо, но в плане практического гуляния с детьми. Такой авангард нравится не всем, судя по отзывам жильцов. Подъезды здесь на уровне земли. Заходим в подъезд. На двери каждого помещения в подъезде нас встречает вот такая наклейка. К сожалению, кто такой Армен, мы так и не узнали. Дверь нам открывал самый обычный менеджер из офиса заселения. И звали его не Армен. Просторный холл на первом этаже, в котором предусмотрены всякие интересные помещения, которые встречены прямо скажем не везде. Кроме привычный колясочный, здесь например есть ванна для мойки лап собакам. Вот это наверное гениальное решение. Лифт у нас утис и на время ремонта он обшит фанерой. А вот на обратном пути лифт нам отключили и выдалась возможность посмотреть еще и лестницу. Общий коридор на этаже уже попроще. Но здесь тоже дизайнеры побывали. Покрасили одну стену в цвет зеленки. Цвет довольно популярный. Я встречаю его уже не первый раз на востройках. Но правда лично я от него востройки не испытываю. Может быть тоже возраст сказывается. Двери в квартирах тоже стоят металлические. Это недорогой вариант, но если нет острого желания поменять эту дверь на что-то конкретно другое, то в общем вполне можно ее и оставить. Тут два замка, два контура уплотнения. То есть каких-то прямых показаний к ее замене мы не увидели. Правда вот именно на нашей двери отсутствующие колду задвижки. Под нее есть только отверстие. Мы бы это записали в замечаниях. Застройщик обещает ее поставить. Заходим в квартиру. Перегородки в этой квартире частично уже установлены. Огорожены мокрые зоны и кухня. Конструкция здания – это монолитный каркас. А вот материал стен – это выставка достижений родной промышленности стройматериалов. Тут есть и газосиликат, и позагребень. Еще кирпич. У меня такое разнообразие обычно вызывает вопросы. Зачем оно нужно? С точки зрения логистики, организации и производства удобнее и дешевле все выложить. Например, только газосиликатом. Просто разной толщины. Кстати, большинство крупных застройщиков именно так и делают. Стены в этой квартире оказались ровными. Отклонений по вертикали, существенно выходящих за рамки нормативов, мы здесь не нашли. Потолки. Здесь мы, к сожалению, видим общий тренд последнего года или двух. Высота потолка в этом проекте немного не дотягивает до 2,80. Это еще без отделки. И это при том, что жилой комплекс расположен на престижном западном направлении на Можайском шоссе. Хотя еще пару лет назад тот же Инград делал в своих гораздо более скромных жилых комплексах за МКАДом высоту потолков под 3 метра. Электрический кабель заведет в квартиру. Временный щиток висит на стандартном месте угла входной двери. Внутренней разводки в квартире нет. Стыки воды здесь классические. Есть отводы под водяной полотенцезасушитель. Это тоже безусловный плюс. И тут не просто есть отводы. Даже сам полотенцезасушитель уже установлен. Правда, делать это аккуратно строителям было лень. И вот эти белые трубы из полипропилена будут идти поверх плитки в вашей ванной комнате. Я думаю, что большинство жильцов захотят это тоже переделать. И убрать полипропилен куда-нибудь внутрь за перегородку. Еще одно неудобство. В квартире два санузла и в большом у нас отвод канализации только 50 мм. То есть установка унитаза сюда не предполагается. Хотя по размеру он вполне влезает. Я уверен, что многие захотят его поставить, чтобы не нужно было между унитазом и ванной бегать туда-сюда через всю квартиру. И вот за переделкой этого тройника тоже придется обратиться в управляющую компанию. Вентиляция работы. Здесь оказалось все в порядке. Окна. Вот это то, что понравилось. Здесь большая площадь истекления. Квартира светлая. Сегодня просто пасмурный день. И с погодой откровенно не повезло. Одно из окон практически до пола. С низким подоконником. Тоже очень неплохо. Проверка тепловизора никаких особенно проблемных зон не показала. А вот на стеклах нашлось несколько мест с окалиной. Правда на камере это не очень хорошо видно. В любом случае мы написали замещение за строчку. Пару стеклопатетов придется заменить. Выход на лоджию здесь это не классический балкон, а французское окно. То есть площадь истекления больше и кухня получается светлее. Лоджия тоже со стеклением от пола. Еще один плюс. На лоджии стоят стеклопакеты и оконные блоки с плотным закрыванием. То есть лоджия здесь хоть и холодная, но влага и осадки попадать внутрь не будут. Корзины для кондиционеров у нас висят снаружи на фасаде. То есть наружные блоки кондиционера запихивать внутрь лоджии будет не нужно. Правда вопрос с отводом конденсата жрецам придется творчески решать самостоятельно. Застройщик не предусмотрел какого-то отдельного дренажа. Но вообще если быть объективным, из крупных застройщиков о таких мелочах, как дренаж для кондиционера, обычно думают только пик. Но кстати он в последнее время стал на этой опции экономить. Разводка отопления горизонтальная, трубы пройдут по полу, стояков видно не будет. Схема разводки к сожалению не лучевая. В полу присутствуют соединения, тоже стандартная на сегодня схема. Тот период, когда некоторые застройщики делали лучевую разводку с коллекторами в квартире, мне кажется, закончился в массовом сегменте где-то вместе с трехметровыми потолками. Трубы проложены в целом аккуратно, но места с изолентой меня немного удивили. Резюме. В целом, с точки зрения стройки, жилой комплекс понравился. Сделано все аккуратно и на вид вполне грамотно. Каких-то проблем с будущим ремонтом мы здесь не ожидаем. Это Дмитрий Прукович, обзор новостройки, специально для канала Новостройка.